Добрый вечер людям с Twitch, Беркут и Вадим Мейшиков. Следующий блок, это две партии у меня было в защите Грюнфельда. И Владислав, если не ошибаюсь, Тищенко тоже на Twitch смотрит. Следующий блок у меня был, это блок партий, сыгранных в защите Грюнфельда. Встретилось в двух партиях, то есть я отлично стартовал 3 из 3, в четвертом туре играл с Сергеем Григорианцем, Сергей занял первое место в итоге. И в обеих защитах Грюнфельда я разыграл один и тот же вариант. Так, тут на этот раз я играю белыми, поэтому доску сменим. Одна партия была Сергеем Григорианцем и одна шахматистом с Украины, у которого я даже не посмотрел фамилии. То есть, несомненно, идея показывать рейтинги и реальные фамилии, она здравая. То есть, в февральском анализе партий с титульного вторника я все это уже учту. Итак, после слон Ж7 один из основных вариантов. Так, это ход слон Е3, белые укрепляют центр, так играл Карпов. Этот вариант мы одно время смотрели с Натальей Погониной. И она немало очков в нем набрала. Мне пока очков набрать не удается. Слон Е3, да, С5, ферзь Д2. Теперь в случае ферзь А5 есть ход ладья Б1 и потом ладья С1. Поэтому многие сначала делают рокировку. И здесь ладья Б1 хода нет. Есть ход ладья С1. Можно сыграть конь Е2, но ладью-то все равно С1 надо убирать, чтобы иметь возможность пешку С сдвинуть. Поэтому ладья С1, Е6, конь Ф3. Основным ходом, насколько я знаю, является ход ладья Д8. Вот по нему у меня знаний хватает. Есть здесь идея, значит, одна из основных идей слон Ж5. Можно сразу пойти в Веншп, вроде бы. В партии Горд Чмелите в 2008 году Виктории не удалось черными спастись. Белые получили мощный центр. И потихонечку доказали, что с центром шутки плохи. Но основным ходом является слон Ж5. И здесь тоже много теории. В файлике Чесбейс вы ее все увидите. Давайте я по своей партии. У меня было ЕД, ЕД. И слон Ж4. Тоже, на мой взгляд, ход ладья Е8 является более точным. Но слон Ж4 тоже коварный ход. Слон Ж4. Слон Е2. Здесь, например, Вашьелла Граф играл С4. Вот так вот жертвовал пешку С. Брать. Если ее взять, то ладья С8. Там на С3 будет подвисать. Ну и... На мой взгляд, у черных здесь похуже. Потому что пешка Д6 очень опасная. Но партия закончилась ничью. Вот Вашьелла Граф пожертвовал качество. И за счет... А, и вот за счет активности его отыграл. Но пешка Д6, конечно, страхует здесь белок от поражения. И если бы Эдуард Ромейн не испугался своего грозного противника. И не свел партию в ничью. Путем вечного шага. Я думаю, что у него здесь неплохие шансы, на самом деле, на победу должны быть. То есть, пока что ладья Д1, чтобы пешку Д6 не съели путем ферз Д2. Партия разбьет Д6. И потом, даже в случае жертвы на Аш5, ладья сможет подключиться через Д4. Сергей Григорианц пошел коль Д7. Здесь была интересная партия сыграна Волков-Сутовский. В 2011 году было сыграно ферз А3. Ну и Сергей Волков пешку Д запустил вперед. И она сыграла решающую роль. То есть, за что? Ну, какая компенсация за эту пешку у черных не видно. Ну и, в общем-то, партия скоро закончилась. У белок проходит ферзь, да? Вот. Поэтому Сергей Григорианц сыграл точнее. Он взял на Д2, разменялся на Е2. И вот эта позиция. Здесь Вашьелла Граф против Хемкина играл ладья Е8. И партия закончилась в ничью после сложной такой интересной борьбы. На мой взгляд, у белых здесь получше. Но пробить позицию черных не так-то просто. Вот. Сергей сыграл ладья ФЕ8. Ладья ФЕ8. И мне надо было играть... А, нет. Пока что я сделал точный ход ладья Б1. И вот на Б6... Так, на Б6 вроде бы тоже нормально играет. А, на Б6 надо было перевести короля на С2. Я опасался хода конь Ж4. Но можно защитить слона, если черные его съедят. Это усилит белый центр. Плюс пешка на Е3 лишит черного слона поля Д4. А взятие на Н2 не опасно из-за Ф3. И этот конь никогда не вернется в игру. Так. Последовало конь Ф3. Ф5. Конь Ф3 не точность. Король Д3. И сейчас ходом А6 черные решали все проблемы. То есть идея вот даже на А4 пойти Б5. Теперь нельзя бить ЦБ. Ну, такая тактика не совсем человеческая. Отдать еще одну пешку. Брать на С4 нельзя из-за ладья Е4 шаг. И черные фигуры... Сейчас конь пойдет на С3. В общем-то доминируют. Белые по сути играют без ладьи. У них в опасности король. Комп ставит примерно плюс 3 в пользу черных. Ну и вообще играть такую позицию страшно. Хотя черными тоже страшно. Последовало конь Ф6. И сильный ход А4 давал белым стойкий перевес. Конь Ж5 не точность. Ф4. Слон Ф4. Ладья Е2. Король Б3. Здесь Сергей был великолепен. И должен был нанести удар Б5. Белые вынуждены играть конь Е6. Теперь нельзя бить королем на Ц5. Потому что его сразу начинают как-то все силы мордовать. Там где-то слон Ф8. Наверное или... А! Там ладья бьет Д5 виноват. Ладья бьет Д5. И ладья бьет Е6. Конечно. Ну и вот здесь позиция с взаимными шансами. Черные должны пытаться доказать, что король преждевременно проник в их лагерь. И другие фигуры его не поддерживают. А значит он может и мат получить. А белые должны сейчас поменять побольше. И доказать, что у них лишний король в игре. Сергей взял ладья бьет Ф2. И партия у него пошла под откос. Сильный ход ладья Ф1 вынуждает размен. Потому что бить на Ж2 нельзя. И заслон Е5. И вот такая тактика. Черных не спасает. Нельзя бить ладья бьет Ж7 из-за мата. Грозит мат на Ф8. После ладья Ф7. Белые могут отдать все свои пешки. Но у них или пешка Д проходит. Если там черные на А2 бы били. Или сейчас они все соберут. Слон уверенно задерживает пешку. После ладья бьет Ф1. У белых позиция близкая к выигранной. Вместо... Железо ставит в районе плюс 3. И пошла в ход моя... В общем-то такая супер техника. То есть надо было просто забрать слона на Ж7. Связать коня и эта строчка. Пешка Д пройдет неизбежно. Угрожает ладья Ф1. Защититься крайне сложно от всего этого. Я пошел слон Е3. То есть вот это все выпускает. Снова коль бьет Ж7. Заканчивает партию. Черным практически некуда ходить. Вместо этого я сыграл Ж3. Ну и вот важный момент был здесь. По какой причине я не взял на Д4 для меня самого загадкой. Кроме ладья Д1. Ну самый очевидный ход и лишняя пешка. Еще сильнее ладья Ф4. С идеей при случае эту ладью по четвертому ряду задействовать. Эрспиль легко выигран. Я пожертвовал качество. Пожертвовал некорректно. Но здесь уже нехватка времени. Они оба играли не очень хорошо. Просто я ошибся последним. А5 создавала проблемы с активизацией короля. Вместо этого короля Ф6. Теперь снова необходимо было поставить пешку на А5. Чтобы белый король не мог прийти на помощь пешке Д5. Вместо этого следует король Е5. И у белых уже выиграно. Сильный ход А5. Правильно все разменялся. И здесь Д6 заканчивала партию молниеносно. Нет хода ладья Д7 из-за вилки. Угрожает Д7 на король Ж2. Сильный ход конь Е7 с угрозой Д7 и Д8 ферзь. Как я это не заметил, загадка. Нехватка времени. Эта позиция тоже у белых выигранная. Надо было пойти конь Е7 с угрозой вилки. На ладья Х7 повести в бой еще одну пешку. Потом коня отдать за пешку Х4. И с лишним ферзем поставить мат. После конь Е5, Х4. Эта позиция конь пишет легко ничейная. Но человеку такой позиции сделать ничью непросто. Я не угадал какую пешку двинуть. Но даже здесь я не уверен, что я бы нашел все точные ходы. Потому что король с виду под прицелом и ферзя, и ладьи. Железо ставит нули во всех линиях. А на деле в какой-то момент придется найти единственный ход. И при ограниченном времени это не так просто сделать. Значит, С7, Х1 ферзь. Ну и тут у меня съели коня и корзяя. Я, в общем-то, сдался. Следующая партия через буквально тур или два. А нет, при последнем туре у меня встретился практически тот же самый вариант в защите Грюнфельда. Ферзь Д2, только здесь вместо рокировки Сергей, как вы помните, делал рокировку. Я ходил Д5 и после ферзь А5 было ладья Ц1. Со мной сыграли сразу ферзь А5. Я вызвал ход А6. А6 считается полезным вызвать, чтобы было слабое поле Б6. Теперь вернулся ладья Ц1. Вроде бы считается, что черным лучше всего здесь поменяться. Но если разменяться, то видно, что у белых мощный центр. И это для них неплохо. Последовала рокировка. Я был уверен, что это позиция с большим перевесом у белых. Потому что коль на Д5 не вышел. Ход коль Д7 мне показался странным. Тем не менее, я тут же совершил серьезную ошибку. Ход Ц4. Ставит партию на край проигрыша. Конечно, надо развиваться. Конь Ф3. Слон Д3. И если... Вот теперь белый конь угрожает при случае на Ц6 направиться. Слон может быть разменен не только с А6, но и с Д4. А если черные играют Е5, то после размену и А4 у белых мощнейшая инициатива. Хорошие шансы дать мат. Ну, то есть, создать опаснейшую атаку. В партии Епишин Тимман. 1994 год. Белые сумели выиграть. Я сыграл Ц4. И после Б5 очень сильный ход. Другой сильный ход здесь. Ладья Д8. Тоже дает отличную игру черным. Так играла шахматистка Анастасия Ерышканова. Еще в 2010 году. Ныне она, насколько я знаю, замужем за известным теоретиком Яковом Геллером. Но ход Б5 тоже великолепен. Мне надо было срочно вести лошадь на Ц3. Конь Е2. Об этом писали в чате. Я сыграл Конь Ф3. И после Ф5 ЕФ, ЖФ у белых хуже. Обязательным было Король Д1. Я сыграл Слон Ж5. И после Конь Ф6. Конь Е4. Вместо Конь Е4 был сильный ход Е6. Скрывающий линию Д. То есть, белый Король под прицелом тяжелых фигур черных. Будет находиться после того, как пешка Д5 уйдет с доски. Ну и после Конь Е4, Конь бьет Ж5. У черных все хорошо. Вот здесь им надо было пойти Е5. Очень сильный ход. Если ДЕ, то вскрываются опять же линии для тяжелых фигур. А после Б4 у меня был сильный ответ. Конь Д2. С идеей направить Коня за пешкой С5. Если Слон встанет на Д4, то, соответственно, Конь с Б3 его тоже сбивает. И черные должны заезжать пешку С5. А Конь при случае может не только туда направиться, но и на А5. А там и на С6. Ну и вообще пешку А заблокирует. Это уже неплохо. То есть, у черных не будет проходной пешки. Я сыграл Ладья Аш Е1. И здесь просто обязан был бить на С3. И теперь не Слон С2, как я думал во время стрима. А сильный ход Конь Е5. И у белых очень мощный Конь. Просто почти полностью компенсирует пожертвованное качество. То есть, оценочка менее чем минус 0.5. Ну, мне кажется, не так уж и плохо для позиций без чистого качества в Эншпиле. Я пошел Ладья Е2, просто зевнув Ф4. Что на Король Е4 есть Слон Ф5. Это, конечно, не мат, как я сказал во время стрима. Но бьют на Д3, бьют на Е2. Это без Ладьи. Итак, Грюнфельд был явно не в мою пользу. Перейдем к следующему блоку.